МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Новости на восьмом и в ближайшие полчаса расскажем о главных событиях в жизни Владивостока. В студии Александра Вершинина и вот главные темы на сегодня. Герои по долгу службы. Во Владивостоке почтили память жертв радиационных катастроф. Эти мероприятия проходят на всей территории Российской Федерации. Полезный опыт. Зачем корреспонденты 8-го канала отправились на стройку? Дом уже электрифицирован. В дом подведен водопровод. От первого лица ветераны вспоминают войну в нашем специальном проекте. Кроме того, сегодня в выпуске «А ты готов?» муниципальные служащие Владивостока приступили к сдаче норм ГТО. А также узнаем, кому из горожан надлежит явиться в налоговую инспекцию. Но об этом позже, а сейчас о главном. За судьбой арестованного 1 июня 2016 года главы Владивостока Игоря Пушкарева вот уже более 10 месяцев следят не только жители Приморской столицы. Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил ему срок содержания под стражей до 30 мая. 9 марта тот же суд по ходатайству следствия временно отстранил его от должности мэра. А уже 29 марта Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении Игоря Пушкарева. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Находясь в сезон номер один города Москвы, глава Приморской столицы дал эксклюзивное интервью Риа Влад Ньюс, в котором рассказал все, что думает о своем деле. Мы приведем лишь часть этой беседы. Я постоянно ощущаю поддержку родных, близких и горожан. Это, наверное, самое главное. Мне люди пишут слова поддержки на ВСИН-письмо. Многих из этих людей я раньше лично не знал. Мне рассказывают о поддержке на сайте и на страницах в соцсетях. Я хочу всех поблагодарить за поддержку. Выходит, я и моя команда работали не зря. Несмотря на то, что за 10 месяцев следствие изучило всю мою деятельность, все документы, обвинительный уклон не изменился. Следствие игнорирует все доказательства моей невиновности, необоснованно отказывает при общении документов, о которых заявляет моя защита. Следствие не ставит задачу установить истину. Я надеюсь только на суд, на объективное рассмотрение моего дела и на открытость всего процесса. Считаю, что только публичность и открытость помогут мне доказать мою невиновность. Обращение в прокуратуру, руководству Следственного комитета Российской Федерации результатов не дали. Я не ожидал, что меня арестуют, так как не считал и не считаю себя виновным в совершении какого-либо преступления, заявил в своем интервью Игорь Пушкарев. Полную версию этого интервью вы сможете прочитать на сайте Реавладньюз или в газете «Владивосток». В столице Приморья почтили память жертв радиационных катастроф. Сотрудники МЧС вспомнили своих коллег, которые погибли при ликвидации Чернобыльской аварии. В память о бессмертном подвиге героев к монументу возложили цветы. Ирина Мокрецова наблюдала за торжественным митингом. Гимном России открыли 31-ю годовщину Международного дня памяти погибших при радиационных авариях и катастрофах. Традиционно его отмечают 26 апреля. Эти мероприятия проходят на всей территории Российской Федерации, потому что он установлен как День памяти сотрудников МЧС. И, соответственно, мы к этому дню приорачиваем еще День памяти погибших сотрудников Министерства. Авария в Чернобыле произошла в 1986 году. Примечательно, что в Киеве о катастрофе умолчали. И всего через несколько дней после случившегося погнали людей на первомайскую демонстрацию. А ветеран гражданской обороны Юрий Голован вспоминает, как 9 мая в их части, недалеко от Омска, сработал сигнал о превышении радиации. Тогда ни он, ни его начальство еще ничего не знали о Чернобыльской катастрофе. По инструкции посмотрел, доложил оперативному дежурному на Сибирь. А он сказал просто, да, включи его. Так. Вот с чем я столкнулся. Тогда после этого только уже стало известно, что произошла авария. И получается, что мы даже в Сибири, да, уже свою тоже получили. От радиации помимо Украины пострадали некоторые страны Европы и 19 российских регионов. Но сильнейшее заражение получили люди, находящиеся в момент взрыва на самой станции. В том числе караул, который нес службу на ЧАЭС в тот день. А также и пожарные, которые приехали на место взрыва. Ну вот сами себе представьте, ну куда деваться-то? Вот все уже случилось, все горит. Есть еще чувство долга и чувство ответственности. И люди просто, зная, что они уже погибли, они выполняли свою задачу. В числе тех, кто ликвидировал последствия Чернобыльской катастрофы, были и пожарные из Приморского края. Всего около 40 человек. Правда, сегодня на митинге ни один из них не присутствовал. Сотрудники МЧС отмечают, что и сегодня в их рядах есть смелые и достойные люди, которые готовы выполнять свой долг, несмотря ни на что. Именно таких, преданных своему делу людей, наградили на торжественном митинге. Сотрудники МЧС обмолвились, что их коллеги погибают и в мирное время. Однако, какую-то статистику по этому поводу нам привести отказались. Но отметили, что гибнут как молодые, так и опытные служащие. Только в прошлом году, во время устранения последствий от тайфуна Лоен-Рок, утонул начальник МЧС Приморского края Олег Федюра. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства провела полиция в Артеме. По итогам мероприятия принято решение о выдворении 32 иностранцев. Возбуждены 14 уголовных дел о фиктивной постановке на учет иностранных граждан и два уголовных дела о подделке документов. В дежурную часть отдела полиции доставлены 112 граждан Узбекистана. Все они дактилоскопированы и проверены по оперативным базам. Нарушителям миграционного законодательства суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Что касается фигурантов уголовных дел за фальсификацию документов, законом нашей страны предусмотрено наказание за это деяние. В ходе профилактических рейдов выявлены 14 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан. По всем фактам возбуждены уголовные дела. За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации законодательством предусмотрено наказание от штрафа в размере до 500 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. А тем временем представители налоговой инспекции, полиции и администрации Владивостока проводят совместные рейды по квартирам, которые сдают в аренду без уплаты налога на полученный доход. Один из последних состоялся накануне в Первомайском районе. Собственникам, которые не декларируют полученные от сдачи жилья доходы и не платят налоги, даны предписания о необходимости явки в налоговую инспекцию для дальнейшего разбирательства. Информация о том, что жилплощади сдаются в аренду, поступает из разных источников, в том числе и от соседей, которые нередко жалуются на шум. Напомним, что активная работа по легализации рынка аренды жилья ведется во Владивостоке по поручению Игоря Пушкарева с ноября 2013 года. За это время проведена большая информационно-разъяснительная работа. Гражданам напоминают, что те из них, кто сдает жилье в аренду, обязаны платить налог с полученного дохода в размере 13%. Тем временем съемочная группа 8 канала отправилась на стройку. Цель – не только увидеть своими глазами, как возводят новый жилой комплекс, но и узнать, как будущие жильцы могут получить ипотеку на особых условиях. О полезном опыте и новых знаниях в материале Валерии Белаус. Дом на Нейбута-17-1 начали возводить в мае прошлого года. К концу 2017-го его планируют сдать, но даже на этапе строительства квартиры уже активно раскупают. К тому же сейчас для всех покупателей действует специальное предложение. Приобрести жилье у застройщика «Жилкап Инвест» можно по ставке от Сбербанка всего в 8,4% годовых. Хочу сказать, что жителям нужно успевать, потому что количество квартир к продаже у застройщиков по данной акции ограничено. По такой программе от Сбербанка во Владивостоке работают всего 8 застройщиков. Один из них – «Жилкап Инвест», известный по строительству жилых комплексов «Фрегат» и «Фрегат-2» в Ленинском районе. Второй «Фрегат» сейчас возводят на Нейбута-17. Он состоит из 10 домов, 25 этажей каждый. При этом в одном из домов уже возвели 22 этажа. К началу отопительного периода будет подведено тепло. Дом уже электрифицирован. В дом подведен водопровод. Канализацию, ливневку мы выполним в течение лета. В доме порядка 349 квартир. На каждом этаже 4 однокомнатные остальные студии. От 25 квадратных метров до 46. Средняя стоимость за квадрат – 75 тысяч рублей. Но это в доме без отделки. С ремонтом стоимость за квадратный метр увеличивается на 10 тысяч. Посмотреть на такую квартиру может любой потенциальный покупатель в шоуруме по адресу Батутина 4D. Отделка класса «Комфорт» представляет собой натяжные потолки по всей квартире. Паркет 32 класса, не ниже прочности. В санузле будет от потолка до пола керамическая плитка керамомарацци. То есть будут установлены все сантехприборы. То есть вы выбираете либо светлые тона, либо темные тона. Заявку на приобретение жилья можно подать в офисе застройщика «Жилкап Инвесты» на сайте www.3wfregat2.ru. А заявление на ипотечный кредит принимают как в офисе застройщикам, в отделениях Сбербанка, так и на сайте domclick.ru. На сайте Сбербанка оформить заявку легко, просто, не выходя из дома. И решение по ней примется в течение двух суток. И далее уже у клиента есть три месяца на то, чтобы определиться с покупкой квартиры. Стоит отметить, что количество заявок Сбербанки на рынке новостроек за последние две недели увеличилось вдвое. Ажиотаж связан со стартом новой банковской программы. Благодаря ставке в 8,4% ипотечное кредитование для жителей Владивостока стало доступнее. Валерий Белоус, Василий Косилов, Новости на Восьмом. 24-я международная строительная выставка «Город» открылась сегодня в здании терминал-экспо. Мероприятие актуально не только для специалистов. Оно полезно и для многих жителей Приморья, которые могут заказать на выставке проект, выбрать необходимые стройматериалы и получить консультации по вопросам выдачи кредита или ипотеки и выбрать застройщика. Этот год стал рекордным по количеству региональных и международных компаний-участников. А один из трендов – Экспо-2017 – обеспечение экологичности в строительстве. Мы охотно изучаем новые технологии в сфере строительства. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем укреплять наше сотрудничество между городом Суэфэньхэ и Приморьем. И хотелось бы организовать подобную российско-китайскую выставку и в нашем городе. Сейчас мы прервемся на рекламный блок, а после расскажем вот о чем. Нелегальный дрифт. Кто совершил опасные маневры на дорогах Владивостока? От первого лица ветеранов вспоминают войну в специальном проекте «Восьмого канала». История одного успеха. Во Владивосток приехал игрок юношеской сборной России по хоккею. Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». В «Азбуке мебели» цены на диваны не бьют по карману. Только до конца апреля. Успей купить диван со скидкой до 30%. «Азбука мебели». «Азбука мебели». Это новости на «Восьмом» и смотрите далее в нашем выпуске. Нелегальный дрифт. Кто совершил опасные маневры на дорогах Владивостока? От первого лица ветеранов вспоминают войну в специальном проекте «Восьмого канала». История одного успеха. Во Владивосток приехал игрок юношеской сборной России по хоккею. Торжественное собрание, посвященное предстоящему празднованию Дня Победы, состоялось сегодня в Городском совете ветеранов. Поздравить собравшихся с 72-й годовщиной Победы пришел исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов. Он поблагодарил участников Великой Отечественной войны за их самоотверженные подвиги, поздравил с праздником и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил подарки, сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом 5000 рублей. Самое главное, конечно, это встреча с нашими ветеранами, которые проходят заблаговременно. Они, конечно, в течение всего года проходят, да, но вот пик этих мероприятий всегда бывает 9 мая. И очень рад, что есть ветераны, которые могут прийти и рассказать в наши учреждения образовательные, к молодежи о том, что это было и как это было. Это раз. Ну и, естественно, мы обязаны уделять внимание нашим ветеранам. Ветераны находятся сейчас в разном положении. Есть те ветераны, которые, так сказать, не могут ходить. Поэтому к этим ветеранам с поздравлениями приходим мы. В завершение встречи ветераны поблагодарили Константина Межонова за оказанное внимание и заботу. День Победы – это ведь не просто День Победы. Это день воспоминаний о тех потерях, которые мы понесли, о друзьях. Я когда вспоминаю, всегда мне делается как-то не по себе. Вот это, пожалуй, одно из самых главных. Вот больше чего сказать. Спасибо вам большое за то, что не забываете нас стариков. Вот это главное. Напомним, что в канун Дня Победы все участники Великой Отечественной войны Владивостока принимают подарки и поздравления от администрации города. В этом году их получат около 480 ветеранов. Мы также не остаёмся в стороне от праздника. Восьмой канал запустил проект памяти, посвящённый подвигам ветеранов войны и всех тех, кто пережил Великую Отечественную и до сих пор хранит воспоминания. О жизни военной и гражданской наши герои рассказывают от первого лица. Именно так называется спецпроект. Нашими героями на этой неделе стали те свидетели войны, кто сейчас живёт в Доме престарелых во Владивостоке. Сегодня своими воспоминаниями с вами поделится 89-летний труженик тыла Пётр Сергеевич Лысенко. Я на фронте не был, в армии не был, но фронт без стила тоже свою роль не мог сыграть. Фронт надо было и кормить, и одевать, и снаряжать, и заряжать, как говорится. Тогда уже будет результат. Сообща, так и было защита. Фронт и тыл – это единое. Иначе победы никому не видно было. Сюда, на Дальний Восток, мы приехали в 41-м году. Маленькие пацанятками ещё. Во время войны начало захватило нас в вагонах. Мы разрушались на станции Раздольной. Как раз привезли в каждую подушку, шмутки, выбрасывают с вагонов. И тут на столбе радио объявляют войну. Ну, а нам было что? Мне было туда 13 лет, а то уже год прошло. 14. В 14 я начал работать трактористом. Дети есть дети. Мы все подростки были. Нам безразлично была война или не война. Бегали, смеялись, захохотали. А там, конечно, тяжёлый труд был. Школы были закрыты. Просто некому, нечем, ни тетради, ни ручек. Учителей забрали. Учителя забрали. Вместе с машиной была машинёшка хорошая в школе. Ну, обеспечивала сама себя. Колхозникам подвозили продукты. Вместе с машиной забрали. Остались одни дети и старики, такие, как я сейчас. Ну, что же делать? Приходите, приедите руководство колхоза, говорят, надо по фронту помогать. И я в 14 лет начал работать. Три года в военные годы, в три года в военные годы я проработал трактористом в Раздольном, здесь недалёко. Вот. Начал оттуда получать правительственные награды уже. И, пройдя спустя три года, закончилась, когда война, в 45-м году, в конце, я получил первую правительственную награду. Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Она льготная. Благодаря этой медали я здесь доживаю свой век. Ну, все надеялись на лучшее, все надеялись на победу. Работали очень много. По 18 часов в сутки работали. Это тоже сложилось. В той же среде и я вырос. В той среде и я вырос. Больше работали, больше трудились. Вот. А за это получали, конечно, награды. Помогали и колхозники. Сину и Раздольнинский горизонт помогал колхозам. Допустим, урожаи, которые мы засевали, сажали, мы обработать их не могли. Людей было мало. Старики, да, молодежь, ну что они. Дети есть дети. Присылали нам красноармейцев, вот это так именовали все военные. Они убирали. Мы выращивали, а они убирали. То есть сами себя кормили. То, что им положено было здесь получать, пойти, все это шло на фронт. А в обеде узнали и так. Каждый был на своем месте, работал в поле. Это было уже как-то к концу дня, помню, вечерело. И объявили, значит, что война закончилась. Организовали с флагами, приходили, митинги провели. И объявили, что война закончилась. А в каждом кахозе был какой-то представитель с района, райисполкома, райкома партии, которые руководили и малышами этими, и стариками, помогали, и сами работали. Они и объявили нам вот это все мероприятие, что война закончена. Ну а дети есть дети, что опять ха-ха, опять как начинали, смеялись, так и закончили, смеются. Подростки есть подростки. А так, по-настоящему-то, все люди, передовики были, все на фронте. Ну, пришло очень мало. Очень мало. Если сто человек ушло, то вернулось с фронта только десять. А все остались там. Все там, защищая свою родину, своих детей, своих жен, свое хозяйство. Ну, вот так вот, вкратце. Я считаю, что современному поколению очень хорошо повезло, защищая нами и готовя им место, учебу, вот. И пожелания такие, какие мы прошли во войну, да, перед войной и войну, как-то не совсем хочется. Это тяжелое пожелание было. Дай Бог, пусть они учатся. Вот. И будут такими же доблестными людьми, как и мы. Предстоящим летом во Владивостоке традиционно будут работать пришкольные лагеря. В них смогут отдохнуть более десяти тысяч детей. Для этого родителям нужно обратиться к директору школы, который посещает ребенок. Отдельно стоит отметить, что пребывание в таком лагере бесплатное. Кроме того, подобные лагеря будут организованы и на базе учреждений дополнительного образования, например, во Дворце детского творчества. Детали летней оздоровительной кампании школьников обсудили вчера на заседании межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и занятости детей. Пришкольные лагеря будут работать в две смены. С 1 июня и с 13 июня. Каждая смена длится три недели. Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8.30 до 14.30. Там он завтракает, обедает, принимает участие в экскурсиях, спортивных соревнованиях, испытывает свои силы в разных видах творчества. Рассказала Людмила Сухоленцева, начальника дела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока. Открытие первого этапа физкультурного мероприятия по выполнению нормативов ГТО среди муниципальных служащих прошло во Владивостоке. Площадкой был выбран дворец спорта «Юность». На сегодняшний день у нас по заявкам 240 человек, но все могут добавляться в течение этого года. В течение ближайшего времени, конечно же, им придется выполнить силовые упражнения. Это подтягивания, отжимания и упражнения на пресс, а также гимнастика, то есть это наклон вперед и прыжок с места. Помимо этого, в ближайшее время все, кто заявился, смогут выполнить нормативы по стрельбе и по плаванию. В мае уже пойдем на открытый воздух, на стадионы, где будут все беговые дисциплины в рамках выполнения нормативов. Напомним, нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к прохождению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить уникальный идентификационный номер. А между тем, недовольный отсутствием в Приморье тренировочных площадок, находкинский гонщик добрался до Владивостока. Сегодня в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен его дрифт на оживленной дороге города в районе Некрасовского путепровода. Видео, снятое очевидцами, разлетелось по многим группам в социальных сетях. Напомним, ранее видеозапись дрифта Nissan Skyline в находке уже вызвало негодование у людей. Несмотря на то, что многие признали в водителе красного седана высокий профессионализм в управлении авто, его поведение вызвало массу негативных комментариев. В настоящий момент сотрудники дорожной полиции разыскивают эту машину. Далее о спорте, точнее об истории одного успеха. Во Владивосток приехал игрок юношеской сборной России по хоккею Виталий Кравцов. Несколько лет назад уроженец Приморской столицы ходил здесь в хоккейную секцию и даже подумать не мог, что его ждет в ближайшем будущем. Местную команду «Полюс» спортсмен сначала сменил на именитый клуб «Трактор», а уж затем и на национальную команду. О карьерном пути владивостокского игрока расскажет Максим Яковлев. Хоккеисты «Полюса» нередко радуют Владивосток своими результатами на приморских и даже всероссийских соревнованиях. Но не каждый воспитанник этого спортивного клуба спустя годы попадает в юношескую сборную России. Виталию Кравцову сделать такой прыжок в карьере удалось. МХЛ, ВХЛ, КХЛ, пройдя через все знаменитые чемпионаты страны, Виталий теперь уже как игрок национальной команды приехал навестить своих первых в жизни наставников. На поле он был самый техничный парень, то есть руки у него всегда были с самого детства, такие, как в хоккее есть такое название – веселые руки. Вот, за счет рук, за счет катания, вот он был всегда бомбардировал, то есть он где-то, если не первым, в основном первым, ну где-то и вторым. Виталий в 2010 году был одним из вот таких маленьких хоккеистов «Полюса». Своей игрой удивлял наставников, даже голы у него были оригинальные. Сегодня в свои 17 лет находится в расположении хоккейного клуба «Трактор». Символично, что свою первую игру за челябинцев Кравцов провел именно против приморского адмирала. Не успев толком нарадоваться новым для себя статусом КХЛ, нападающий решил пойти еще дальше. Ну, еще по хоккейной школе получалось так, что вызвали на просмотр, как бы на сборы. Нужно больше тренироваться, больше работать над собой, чтобы попадать в первую пятерку, во вторую и биться с канадцами, с теми же, с американцами. История Кравцова определенно интересная. Однако, как отмечают тренеры «Полюса», выход местных спортсменов, так сказать, в свет – дело довольно обычное. Дети с возрастом частенько оказываются, если не в национальных составах, то, по крайней мере, в знаменитых российских клубах. Допустим, у меня 2001 год. Сейчас мальчишка в ЦСКА играет по своему году. В Динамо Питерска уехал мальчишка 2001 года, которые победили в «Золотой шайбе». Потом несколько человек в Хабаровской в Амур уехали. Много ребят уезжают. Даже 2006 год у меня мальчишка уехал в «Крылья Совета». Подобные примеры в пух и прах разбивают высказывания вроде «за Уралом спорта нет». Как оказывается, и из Владивостока есть дорога в профессиональный хоккей. Нужно лишь не останавливаться и всегда стремиться к чему-то большему. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях в Приморской столице. Во Владивостоке сотрудники МЧС вспомнили своих коллег, которые погибли при ликвидации Чернобыльской аварии. Наши корреспонденты побывали на строительной площадке нового дома и выяснили, как получить ипотеку на особых условиях. В рамках проекта «От первого лица» труженик тыла Петр Сергеевич Лысенко поделится воспоминаниями о войне. И во Владивосток приехал воспитанник хоккейной команды «Полюс», а ныне игрок юношеской сборной России Виталий Кравцов. Сегодня на этом все. Есть что добавить, заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там вы можете найти все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Еще один способ связи с нами – это телефон редакции 249-88-12. Звоните, уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. И еще история с курткой за 500 тысяч рублей, в которой губернатор Приморья пришел на субботник, вышла на федеральный уровень и попала в поле зрения ведущего программы «Вечерний Ургант» Ивана Урганта. А началось все с простой публикации юриста и блогера Алексея Клецкина на странице в Фейсбуке, где он обратил внимание своих читателей на униформу первого лица края. Как это было? Без комментариев. Сразу после подробный прогноз погоды в студии работала Александра Вершинина. И увидимся на восьмом. Наша рубрика «Маленькие победы большой страны» – это новость в этой рубрике, просто идеально подходит для вот этой нашей рубрики. Информационное агентство «Флэш Норд» сообщает, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский пришел на субботник, поскольку в субботу был субботник, день рождения Ленина, все убирали, пришел на субботник в куртке стоимостью 500 тысяч рублей. Согласно опубликованной декларации о доходах за 15-й год, приморский губернатор заработал 2 миллиона 870 тысяч рублей. Получается, Саша... Самая дорогая спецовка в мире, получается? Самая дорогая спецовка. Подумайте, мог ли в здравом уме человек, который по роду своей деятельности умеет грамотно распределять средства, потратить на куртку практически четверть годового дохода? Конечно нет. Закрыли вопрос. Слушайте, ну люди вот какие стали. Сразу вот им же вот губернатора подловить. А вы не обратили внимание, что куртка-то у него короткая. Губернатор нагнулся. Что? Поясница открылась. Дунул ветерок. Привет. Купите губернатору нормальную длинную куртку. Иначе губернатор простудится, вам придется оплачивать лечение в швейцарской клинике. А это дороже, чем 500 тысяч рублей. Уж я-то знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!